Интерес населения к добровольным пенсионным программам сохраняется. На конец прошлого года число клиентов различных МПФ превысило 6 миллионов человек. Их количество продолжает расти. С начала года вступил в силу пакет законов о создании системы прав участников добровольных пенсионных программ. О тонкостях работы корпоративных программ в РЖД расскажет Жанна Мясникова в нашей специальной аналитической рубрике. Копить будущую пенсию с МПФ не просто выгодно, но и безопасно. Средства на счетах защищены от потери на законодательном уровне. Если раньше государство давало гарантии только на краткосрочные сбережения в банках и на суммы, сформированные в рамках обязательного пенсионного страхования, то с 1 января этого года деньги, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, тоже застрахованы. В чем заключается эта гарантия? Гарантия точно такая же, как по банковским вкладам. То есть это 1 миллион 400 тысяч рублей на этапе накопления пенсии. И на этапе выплаты порядка 14 тысяч рублей гарантируется, что ежемесячно гражданин будет получать. При условии, что он накопил, конечно, достаточная сумма за то время, что он участвовал в программе. Более 85% работников российских железных дорог участвуют в корпоративной пенсионной программе. Такие крупные холдинги, как РЖД, учреждают собственные НПФ, чтобы обеспечить благополучие своих бывших сотрудников на заслуженном отдыхе. У железнодорожников это право предусмотрено коллективным договором. Дополнительное пенсионное обеспечение крайне востребовано. И вот почему. На каждый вложенный сотрудником, допустим, рубль, система начисляет столько же. Получается так называемое паритетное финансирование. На свою будущую пенсию можно откладывать ежемесячно любой процент от зарплаты. Сумма будет сниматься автоматически. Просто необходимо подписать соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом благосостояния. Мы на сегодняшний день размещаем информацию как на официальном сайте компании, на сервисном портале работника. На всех этих ресурсах есть ссылки непосредственно на сайт фонда, в котором очень удобный интерфейс, позволяющий, скажем так, смоделировать свою будущую пенсию, указать размер отчислений, период отчислений и, естественно, смоделировать размер своей будущей пенсии. Как работают негосударственные пенсионные фонды, кроме того, что аккумулируют средства сотрудников? Прежде всего, НПФ – это эффективный финансовый инструмент в инвестиционном поле. НПФ вкладывает поступившие от клиента средства в акции, гособлигации, банковские депозиты и другие ценные бумаги. Причем их перечень определяет Центральный банк России как регулятор рынка. Полученный доход начисляется также и на счета участников негосударственного пенсионного фонда. В корпоративном НПФ железнодорожников пошли еще дальше. В благосостоянии можно увеличить размер будущей пенсии, получив поощрение от руководства компании в том или ином виде. Корпоративная пенсионная программа предполагает возможность увеличения пенсии, которую тоже нужно обязательно все знать. Это увеличение за награды в зависимости за 30 лет, за безупречный труд на железнодорожном транспорте, за 40, знак «Почетный железнодорожник», за это все идет увеличение пенсии. Так что это выгодно, скажем так, долго и успешно работать. Плюс есть другие возможности, это софинансирование премии за преданность. По сути, есть возможность, если направить премию за преданность на пенсионный счет, получить ее в двойном размере. Есть еще один инструмент, который можно использовать для увеличения будущих выплат. Это налоговый вычет. 13% от суммы взносов можно вернуть и снова направить в счет безбедной старости. НПФ благосостояние за все время своего существования выплатил почти 207 миллиардов рублей. Это порядка 550 тысяч корпоративных пенсий. Причем отраслевая добавка постоянно растет. Например, в 2011 году пенсионеры-железнодорожники к основной сумме от государства получали в среднем 4700 рублей. А вот уже в прошлом году чуть больше 9 тысяч. Примерно 390 тысяч бывших работников отрасли получают корпоративную пенсию. В общем, думаю, что они благодарны компании и благодарны кадровикам, которые в свое время им разъяснили, подсказали и присоединили к корпоративной пенсионной системе. Важно, что если работник решил уволиться из холдинга по собственному желанию, то у него есть право расторгнуть договор с НПФ и забрать личные взносы. А вот сумма, отчисляемая компанией на его счет на паритетных правах, выдана не будет. Но также при смене места работы есть возможность остаться в системе негосударственного пенсионного фонда и продолжать пополнять свой личный счет. Правда, уже без софинансирования РЖД. Все регламентирует работодатель. И если брать, например, опыт коллег с Японии, там вообще вся пенсионная система устроена только на корпоративных отчислениях. И вот часто мы слышим, например, в СМИ, что работники в Японии очень редко меняют свою работу. Они как раз одна из причин, почему редко меняют. Потому что у них копится корпоративная пенсия. Если они меняют работодатели, то у них заново начинают. Учитывая непростую ситуацию в экономике и недавнее повышение пенсионного возраста, позаботиться о своем будущем самое время. Поскольку чем раньше работник становится участником НПФ, тем выше он получит выплаты в дополнение к основным пенсионным начислениям. К тому же вступившие в силу нормативы о страховании вкладов в негосударственных пенсионных фондах сводят всякие риски на нет.